Добрый вечер всем. Сейчас скажу пару слов на языке. Итак, окончился еще один день нашего турнира. Горельский карта 2020. Сегодня 27 января 2020 года. Сейчас у нас 22 часа 11 минут. Конечно, этот турнир отличается от предыдущего года достаточно сильно. Хотя, возможно, по количеству команд, ушедших от нуля, он, наверное, даже опережает прошлый год. Но, понятно, по выловленной рыбе, по весу, по количеству хвостов есть очень серьезные различия. Причиной, мы, в общем-то, уже как бы об этом говорили, погода. Все-таки в прошлом году была стабильно тяжелая погода с ветрами и с ливнями. И я так понимаю, что карп уже к этому моменту стабилизировался. Немножко и привык к тому, что происходит. И поэтому был более активный клев. Сейчас погода меняется туда-сюда. Это напрягает и людей, и рыбу. Результаты несколько обескураживающие в плане том, что тот же западный берег, который в прошлом году уловил достаточно плохо. И именно по этой причине в этом году мы не хотели брать западный берег. Шли очень жаркие споры. Вообще, стоит ли там что-то делать? Потому что говорили так, что если будет и восточный, и западный берег, соответственно, будет очень большая разница. И перезовые места 100% будут обязательно на восточном берегу. Не знаю, как оно будет дальше. Пока мы видим, что немножко ситуация наоборот. То есть тот самый восточный берег, северная его часть, например, на которую очень многие возлагали большие надежды, он не оправдывает своих надежд сейчас. А западный берег, про который говорили, что он тяжелый, и вообще вода высоко, ну, в общем-то, все команды с рыбой. Хотя там только четыре команды. Но все-таки, и кроме того, кроме тех четырех команд, которые с рыбой, у нас уже есть Big Fish, который пока даже больше Big Fish, который был на прошлом турнире. 12.700, по-моему, с ней изменяет память. Наш Big Fish и, скажем так, ну, второй день турнира. Я не уверен, что кто-то сможет его побить этот Big Fish. Хотя, не знаю, посмотрим. Как прошел день в целом? День прошел достаточно тихо. Мы с Кешей съездили на западный берег. Я всегда очень хочу посетить все команды турнира. Не всегда у меня это получается. Очень часто из-за того, что мне приходится заниматься обработкой огромного количества мультимедийных файлов. То есть я получаю фотографии от всех судей. А у нас их, слава богу, сейчас чуть-чуть не 14 человек. То есть у меня, как бы, на каждый день есть папка, в которой у меня есть под папки на каждого судью. Кроме этого есть под папки на утро и на вечер. В общем, все не представляете, какой балаган, потому что 14 телефонов, снять с них информацию. Причем, опять же, слать фотографии по WhatsApp, конечно, можно. Но, может быть, кто-то и не знает, что WhatsApp очень сильно ужимает изображение для того, чтобы его переслать. Чтобы оно весело, намного меньше. Поэтому, если вы возьмете оригинальную фотографию, она будет, наверное, где-то в среднем, там, вот 4 мегабайт, может быть, или 12, может, и больше, то то, что вы получите через WhatsApp, если вы ее уже отправите, она уже будет 300 килобайт, 800 килобайт. И, соответственно, очень плохого качества, которое слабо подходит для работы, например, если вам нужно отправить фотографии в журнал или в газету. Они обычно требуют оригинал. Поэтому мне приходится снимать фотографии со всех телефонов, подключая их напрямую. После этого ко мне попадают фотоаппараты, которых тоже, у нас, по-моему, 3-4 штуки, из которых нужно снять информацию. Кроме этого, есть 4 GoPro камеры, которые снимают, которыми судьи снимают, что происходит, и нужно с них снять информацию. Так что весело. Поэтому реально вырваться, отойти от этого и куда-то уйти бывает очень сложно. Но сегодня было немножко времени. Я поехал туда, на западный берег. Я был во всех 4 секторах. Естественно, мы начали с сектора 1, сектора Артема Колесникова, бегущий носорог. И я провел там где-то час. Скажу вам честно, провел с огромной пользой для себя. Потому что Артем, он очень хороший собеседник, у которого есть огромное количество идей, которые реально нас заинтересовали. Я не буду сейчас рассказывать, о чем мы говорили конкретно, но те, кто смотрел стрим, который я вел из его лагеря, вы знаете, о чем я говорю. То есть очень много вещей, о которых он сказал, они реально могут помочь развивать карпичный в Израиле, развивать рыболовный туризм в Израиле. В общем, будем думать, как это воплотить, потому что планов громадьон, но все это требует времени, средств. И не знаю. Я надеюсь, что все получится, но по крайней мере, тут есть о чем думать на будущем. Артем предложил организовать серьезный международный турнир, пригласить туда не только Россию, а Украину, чтобы уехал в Молдаву, ну, Главуся, у нас так бывает, там, Прибалтика, Казахстан и так далее. Так что будем смотреть, пригласить мы, конечно, можем, но, соответственно, у нас на данный момент нет никакого запаса серьезного снаряжения, которое мы можем сдавать в аренду командам, об этом нужно думать. Ну, тут уже тоже есть некоторые идеи, поэтому будем думать к этому направлению. После того, как я плавал, да, тут, кто не смотрел этот стрим, расскажу немножко, потому что там происходит. Артем попал в сектор, в котором находится труба, с которой ведется забор воды из Кеннерта обычно. И очень много турниров, которые проводились на Западном берегу, в этом секторе были призовые места. И обычно люди, которые занимали призовые места, они ловили правей трубы. И для того, чтобы понять, что такое правей трубы, нужно было эту трубу найти. Артем в поисках этой трубы провел, по-моему, целый день, потому что приходили люди, к нему приезжает очень много гостей, естественно, все хотят с ним пообщаться, все хотят ему помочь. И приходили, приезжали люди, которые ему рассказывали, что труба, да вот эта труба должна быть вот здесь, в этом направлении. Потом приходил кто-то еще один, говорил, да не, 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 она не туда, она в другую сторону. Потом приходил третий, он, да что вы говорите? Ого, она вот так идет. Короче, когда пришла к нему Майя, наш судья, и она просто вспомнила, там стояла команда на кубке, в котором, в общем-то, Майя была помощницей Валеры, организатора турнира, она вспомнила, что там стояла команда Робби Байт, и она вспомнила, что труба была левее этой команды, команда стояла правее трубы, она стояла возле парапета, слева, и, короче, Майя сказал, что труба уходит вот отсюда, уходит вправо. Когда Артем это услышал, он сказал, господи ты, боже мой, четвертый вариант. Ну, я не поленился, я открыл архивы наших соревнований, я нашел несколько фотографий, они, конечно, не очень хорошие, но там все-таки видно эту трубу, и я послал их Артему, может, это ему поможет. Ну, по крайней мере, мы знаем, что Артем уже с рыбой, это уже плюс, значит, все-таки рыба там есть, и мы знаем, что на наших турнирах, для того, чтобы раскачать сектор, нужно обычно там минимум 3 дня, чтобы нормально ловилось. Чаще всего тех, кто ловит первый день, это ловит на прикормке тех, кто был до них, просто обычных рыбаков, и потом начинает работать уже прикормка тех, кто приехал на пустой сектор, где никого не было, и фактически он его с нуля раскармливает. Вот обычно в 3 дня берет у нашего карпа для распознать, что там что-то есть вкусненькое, туда прийти, и как бы, ну, там уже от команды зависит, сможет ли она его остановить или нет. Все команды, по крайней мере, на западном берегу, были довольны, потому что на сегодняшний день там рыба есть у всех секторах, все как бы с рыбой, причем, как бы, опять же, те же команда Папа Карла, которая Джипетто Тим, достаточно неплохая рыба, трешка, я не говорю же про команду Аса, которая просто прет и рвет вперед с большим отрывом, кто там еще не видел, как бы вам на секунду просто покажу. Вот такая вот красавица, может и красавица, не знаю, какой у него пол, как бы, судя по тому, что брюхо у него потертое, то рыба уже, как бы, наверное, даже и не вестится, вот. Короче, ребята взяли гигфиш, текущий гигфиш нашего турнира, не знаю, смогут они удержать, они 12 килограмм 710 грамм, очень красивая рыба, и взяли они буквально за пару минут до приезда наших судей. Андрей, по поводу 16-ой трубы, труб там много вообще, то есть вообще по западной береге, да не только по западной, по восточному, вот мы сейчас здесь сидим, у нас рядом в двух шагах водонасосная станция, такая же станция есть на гофре, их много, они по всему кино, то они и сосуд воду. Не на всех местах это работает, эти трубы, как бы, но там просто это был как ориентир, никто не может, именно труба, она играет свой роль. Скорее всего, там есть какое-то место, возможно, какая-то яма, куда скатывается, скатывается, прикормка, и, но как ориентир используется именно вот эта труба. Сейчас, когда вода так высоко поднялась, эту трубу просто не видно, а найти ее с помощью маркера очень сложно, потому что она, скорее всего, занесена полностью песком, и он, чтобы ее, как бы, обнаружить, простучать, я не знаю, может, с лодки можно, но с берегами это очень сложно, возможно, можно было бы это сделать, если бы команда стояла с правой стороны, то есть, плотную к парапету, и бросала по диагонали налево, может быть, они бы нашли, хотя я не уверен. Василий Ашидорба, еврей, я Харков, еще раз привет всем, кто смотрит, короче, скажем так, на сегодняшний день, на текущее время у нас получается 13 команд с рыбой, то есть, фактически ровно почти половина, чуть больше половины команд с рыбой, первый день, я считаю, это очень хорошо, у нас бывали случаи, когда и на третий день больше половины команд оставались без рыбы, без единой поплевки, пока взяли, еще не дошли даже до 100 килограмм, к сожалению, 94 килограмма, 25 карпов на текущий момент, я не знаю, возможно команды продолжают ловить, но у меня информация никогда не поступала и команды знают, что вызывать судей в ночное время можно только в том случае, если будет рыба весом более 8 килограмм, поэтому у нас, в отличие от чемпионатов мира, командам не то, что разрешается, от них требуется, чтобы у них были весы и своя сумка для движения, чтобы они могли взвесить рыбу и не вызывать судью по пустякам, у нас слишком большие расстояния, чтобы просто вот так вот выскочить и пробежаться, скажем так, пробежаться на западный берег 25 минут, и вот ты логинка местной машины, это то, чтобы соскочить туда, увесить рыбу, это займет у судей, практически можно занять час, а если эта рыба вообще незачетная, просто чуть судья ездил, время тратил бензин, поэтому у нас достаточно жесткие, жесткие правила, что если команда предъявляет рыбу незачетную, надзавешенную, она может схлопотать штраф до 5 килограмм, и то же самое касается BigFish, то есть если команда заявляет, что у меня BigFish, значит, рыба должна быть 8+, если судья приедет, рыба зависит 6 килограмм, команда получит штраф. Юра, насчет трубы, да, это то, что я сказал Теме, когда был у него в секторе, о том, что я предлагаю в срочном порядке создать секту, которая будет называться секта, господи, секта верующих в плуждающую трубу, и труба, как суслик, которого не видно, но он есть, то есть, так же с трубой, то есть ее никто не видит, но она здесь, надо в этой дне, что еще было интересного, в принципе, кроме неприятностей, ничего интересного больше не было, неприятностей, я имею ввиду, это наши любимые промысловики, которых просто море сегодня, они вчера были, как бы, но сегодня их, по-моему, не знаю, айцвика, на татирце, лишного, шедорбы и гриб, за ним ахтекши, ахаре шедуразе, не асэгавсакак цара, леонесе шедур, да иврит, а с тему хам, просто присоединяются наши друзья, которые и русские не понимают, и не только друзья, и те люди, которые помогают нам, именно, конкретно с этими же пляжами, соответственно, за пляжи, но сейчас один из них, Цвика, вошел и смотрит наш, наши трансляции, и я вам все просто говорю, что я, трансляцию на иврите, я сделаю сразу покончание этой трансляции, сетевики стоят, фактически, напротив каждого сектора на востоке, возможно, только на гофре их нет, но там, ну, никогда почти сети не ставят, потому что там есть источники сероводорода, и там, рыба, которая их интересует, по крайней мере, ее там нет, их интересует, в основном, мушт, и кефальт, как бы, а карп, это уже постольку, поскольку, чаще всего, он просто прилов, уже монахин сказал нам, что в этом, в прошлом году, спрос на карпа упал, поэтому его, очень мало стали ловить, целенаправленно, ну, то есть попадется, попадется, и, тоже кто-то из этих промысловиков, сказал, что, да, я там вытаскиваю все эти, а у них там, две трети рыбы, карп, весом, 700, 600, 500 грамм, который им нафиг не нужен, потому что им некуда его девать, никто не возьмет, естественно, не выбрасывает обратную воду, что в плюс для нас, так как в следующем году, как вы понимаете, пикап уже будет, килограмм, по полтора, ну, соответственно, больше возможностей провести нормальный турнир, с хорошей рыбой, раз еще вода немножко упадет, это будет вообще замечательно, потому что, с таким уровнем, конечно, тяжело принимать команды, и искать нормальный цикл, в общем-то, как бы, все, на сегодня, судьи вернулись, судьи уставшие, конечно, но они у нас очень ответственны, но даже вчера у нас одна из команд, команда Ливерпуль, они забыли спальник, они попросили у другой команды, которая передала спальник, она передала его мне, а команда, это Ливерпуль, забыла мне об этом напомнить, судьи уехали на взвешенную, спальник остался на меня, так вот, Толик, один из наших судей, специально вернулся в обратную лагерь, это не так близко, забрал спальник, и отвезли конкретно этому, Аллану, уроженец Южной Африки, вот, и, кстати, он немножко помогал нашей сборной, своими контактами, в ЮАР, когда ездили наши ребята на чемпионах мира, на рыболовные игры, потеплело, реально, то есть, если раньше, у меня стоит под ногами, стоит ветродуй, и позавчера, я практически не мог за компьютером работать, не включили его, потому что, через час, работаю за компьютером, я ногу уже не чувствовал, они просто отваливаются, отмерзали, сейчас я сижу совершенно, как бы, я сейчас сижу, конечно, одеты, но мне реально жарко, и это говорит о том, что меняется опять погода, обещали нам сильные ветра, но что-то этих ветров, вообще не вижу, не чувствую, непонятно, откуда берутся эти прогнозы, и, почему они так не соответствуют, потому что награден наружу, ну, посмотрим, говорят, что по-любому погода меняется, обещают даже какие-то дожди, но, вы знаете, да, разные сайты прогнозов, каждая что-то свое, пример, что будет дождь, которые вышли, никого даже не будет, а кому верить, наверное, только ощущениям, вот, ну, в общем-то, на этом все, на сегодняшний день, мы закончили с работой, все, что надо было, загрузили, завтра, как я уже говорил, в прошлом своем эфире, к нам приезжают журналисты из Идиота Хронот, поговорим с ними, как раз, опять же, все это в тему, то есть, тема, которой они занимаются, связанная с экономикой, кинератой, развитием региона, и наш спортивный туризм, идеи, которые нам подкинули, Артем Колесников, она все очень, как бы, красиво укладывается в линию, которую можно поставить себе как задачи на ближайшее будущее, на ближайший год, и, кто знает, гляди, что действительно, через пару лет мы можем сделать здесь нормальный центр оболовного туризма с прокатом снаряжения, с, кто захочет, те же там, домики циммеры, кто в палатке, ну, плавно в громаде, как оно выплатится, я не знаю, есть люди, которые готовы вкладываться в это, насколько я уже знал, ну, посмотрим, потому что, кто еще не знает, одна из наших дальних мечт на будущее, это приглашение чемпионата мира по кардфишингу в Израиль, на Кенерак. Вопрос этот, который уже давно обговорен с руководством Федерации спорта, международной, Федерация очень заинтересована в этом чемпионате, они очень хотят повезти в Израиль, и... спасибо, Олег, богат, дай бог, чтобы он был богат, спасибо, очень бы хотелось, вот, и единственное, что нас останавливает, это то, что мы реально боимся уровня воды, я подумал, что эти бы мы подали заявку два года назад, как принято за два года, подавать заявку на проведение чемпионата, и в этом году должен был бы, если бы, скажем, состояться чемпионат, я не знаю, что бы мы делали, потому что, ну, реально, сейчас рассадились 80 команд, даже в секторах по 20 метров, нет, можно, можно рассадить, проблема только в том, что это будет против всех правил Федерации, потому что не будет ни одной сплошной зоны, то есть все зоны будут две команды там, три команды здесь, пять команд там, это, конечно, такой балаган, что вряд ли на Кафиш бы прошли, но есть шанс на то, что так не будет все это время, ну, по крайней мере, обычно в Израиле дождливый год раз в 6-7 лет, если мы учим, что вот сейчас было два таких дождливых года, то, наверное, ближайшие 6 лет мы можем опять ждать засуху, и киноэто начнет опять опускаться, с одной стороны, грустно, с другой стороны, для нас хорошо, потому что появляются места для секторов, если мы сейчас проводим заявку, как сказал, Тёма, ну, году к 23-му мы можем ждать гостей, и я думаю, что к 23-му году скорее всего уровень кинературы будет уже такой, который вполне устроит Федерацию, а плотность карпа, если мы учитываем то, что происходит в этом году, это будет опять же и этой зимой, карп в прошлой зимой очень хорошо навестился и будет навеститься, а этой зимой, то есть мы можем ожидать реально такую плотность карпа, что нам будет не стыдно принимать чемпионаты, это будет не хуже, чем в той же Франции, не знаю где. Ну, в общем-то, спасибо вам всем, что зашли на огонек, кто попал под конец эфира, может, естественно, потом посмотреть его в записи, я все думал делать это через YouTube, сделать ссылки на Facebook, но в YouTube у нас очень мало подписчиков, поэтому там бы вряд ли кто-то смотрел эфир, это было больше просто обычная запись. Всем спасибо, спокойной ночи, уже, в общем-то, достаточно поздно, будем потом на работу и мы будем выходить в эфиры по возможности завтра, я выйду, наверное, в эфир уже после этого к нам едет, а, нет, вру, сразу хочу сказать, что завтра утром я собираюсь пройтись по секторам, которые находятся в пределах судейского лагеря, то есть сектора восточного Халукин в главном курсе. Насчет сетей я говорил в прошлом и просто назад, помню, что не знаю, убрали их или нет, обычно эти сети ставят на 3-4 часа, их редко ставят на всю ночь, чаще всего они разбрасывают сети, пока они доходят до последней точки, приходит уже время возвращаться обратно и начинать снимать, то есть как бы они не ставят на всю ночь. Я уже объяснял, что сетевиками делать нам совершенно нечего, никто ничего не может сделать, только убить. Но это же вы понимаете уголовное преступление. Поэтому пока им дают лицензии, у нас проблема будет. Но единственное, что на чемпионат мира естественно в это дело будет включено государство и решение будет приниматься на уровне правительства, на уровне мэрии, твери и так далее. Соответственно, они имеют право уже что-то сделать. То есть они могут выделить какой-то бюджет на 5 дней, которым они компенсируют этим промысловикам их выход на воду. А для того, чтобы контролировать, достаточно поставить два катера полиции на двух сторон кинерата, которые будут просто курсировать раз в час вправо-влево, для того, чтобы никакой браконьер сеткой не мог подъехать. А промысловики будут сидеть дома и получать компенсацию от государства. Ну, это все планы, планы, планы. И по поводу завтра, как я еще раз повторяю, что завтра я хочу начать сделать эфир из команд, секторов команд, которые находятся на Холоке и главном курсе, на пляже, на котором находятся на Судистский лагерь. И один эфир, который все очень ждут. Меня сегодня уже много человек спросило, когда у меня будет эфир с Романом Ивасишином и командой Кричевичем. Не сказали, ты взял сегодня интервью, ты говорился не с Артемом Кричневым, так как Артем в принципе оппонент команды Кричевичей, то надо как бы чтобы был ответ соответственно со стороны ребят. Ну, я начать завтра, я думаю, в районе девяти часов утра я как раз скрещусь с них и начну. Я пойду на север, и начну оттуда. Поговорю с ребятами, поснимаю, а потом двинуть уже в сторону бобров, львов и так далее. Так что следите за сообщениями. Я не могу заранее на сто процентов указать время, когда это будет, но это будет в районе девять часов плюс. Где-то там. В это время смотрите, что там происходит. Спасибо вам еще раз посмотрели и заходите как говорится на конек. Будем ждать. Всем до свидания. и заходите. Спасибо.